Всем привет, с вами Фрост, и я всех вас очень приветствую в приключениях Илона Маска. Всем привет! Всем привет. Да, ну наши неизменные друзья, это Снэйк Парниша, Илон Маск, НАСА контролируют ситуацию, Хьюстон, у нас важные, важные вопросы. Куда сегодня мы с вами отправимся? У нас есть ракета третьего уровня, надо их, кстати, поставить. Мы отправимся в КОС. Вот такие ракеты третьего уровня у нас с вами есть, и мы можем... Почему Илон Маск бегает задом? Мы отправляемся в КОС. Это просто была походка такого не... Лунная походка, но прежде чем мы с вами отправимся... Я где-то свой бак потерял. И прежде чем мы с вами отправимся в КОСМОС, у нас с вами важная задача. Выбрать, куда мы с вами отправимся. Во-первых, у нас на Земле не создано КМС, блин, МКС не создано с вами, космическая станция у нас с вами не создано еще. Дальше. У нас с вами есть вариант полететь на Меркурий. Это горячая селена, мы там не выживем без второго уровня теплозащитного костюма. А еще куда можно? Там нету подземелий. И он очень близко к Солнцу, поэтому там температура, ну... Такая хорошая температура там... Какая температура сейчас? Температура на Марс. Давайте посмотрим, какая температура на Марс. Какой прочности? Нам нужны трусы из фольги, иначе мы там не выживем. Трусы из фольги у Иона Маска есть. Всегда с собой? Ношу всегда. Средняя температура днем 349,9 градусов по Цельсию. Ночью минус 170. Мы там умрем. Да изи вообще, просто я поеду на своем коне. Мне вообще... Что-то там слишком жарко, а потом что-то там слишком холодно. И вам не находите? Дальше можем с вами отправиться на Венеру. Горячая пустыня, в ней уже есть подземелье. Также, также, что там у нас есть? Ну там уже есть подземелье. Смотри, Меркурий это просто так. Прилететь на одну серию, посмотреть. Да здравствуйте, там какая-то руда посмотреть. Там, наверное, есть пещеры. Но там нету подземелья. Там нету данжей. Вообще нету данжей. На серии на две можно туда прилететь. Сейчас будем голосовать. Дальше у нас Венера. А прокопаться и так далее. Венера. Там есть уже подземелье. Тоже горячая пустыня. Там чуть-чуть попрохладнее. Должно порядка 250 градусов. Я предполагаю, примерно, наверное. Вот. Вот. Это уже подольше. Там можно задержаться. Потому что там будет танжи и прочая фигня. Дальше. У нас есть запасной вариант. Мы можем перелететь на Марс. А с него попробовать, попробовать долететь до Церры. Церра. Что у нас такое Церра? Сейчас я вам расскажу, что такое Церра. Да надо лететь на другую планету. Церра. Ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероида. В целом Церра была открыта в 1801 году итальянским астрономом. Так, в смысле она самая ближайшая? Почему она нарисована так далеко от Солнца? Написано ближайшая к Солнцу, наименьшая среди известных карликовых. А, ближайшая из карликовых планет, видимо. Поправочки пошли, ну-ка, дай-ка подробнее. Это планета, которую сначала приняли за планету, а потом классифицировали как астероид, потому что она находится в астероидном поясе. Но потом все-таки ее признали карликовой планетой, но она типа как в поясе астероидов, и ее долгое время считали астероидом большим. Поэтому на ней прохладная селена, также есть подземелье, и как раз в подземельях Церры мы найдем свою вулканическую кирку, которая копает 3 на 3, это божественная кирка, которая будет добывать припасы, просто руду, как чертовы майнкрафтеры. Тоже меч, тоже меч. Нет, это не меч. А сейчас у меня есть для вас одна новость. В начале этого года у студии Йоза в свет вышла игра под названием Rangers of Oblivion. Она доступна как для Йоз, так и для андроида. Rangers of Oblivion это MMORPG, который дарит игроку возможность испытать невероятный фэнтезийный 3D-мир Малхейма. Здравствуйте! Очень красиво нарисованные персонажи, которых также можно кастомизировать. Вот возьмем, вот ведьмак есть какой-то, чувачок немного похожий на него. Но злой. Можно кастомизировать, если, конечно, вам вот так хочется. О, 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 о. Это одна из самых веселых тем в играх, но давайте вот сделаем его. Не будем сильно менять его внешность, ну как бы, ну как бы, если хочется, то очень можно. Какой-то он на лягушку стал, он похож. Ну нормально, ему, ему нормально. В этом мире приживется самое то. Начать. Здорово! Куда меня везет, братишка? Куда ты меня такого привез? Чего ты мне сено постелил? В игре шесть видов уникального оружия. Это огромный меч. Копье. Тоже огромное. Длинный лук. Тоже огромный длинный лук. Парные клинки. Ну, обычно так выглядят обычные мечи, но здесь просто огромный меч. Просто я в шоке с него. Постер и боевые наручи. Я просто в шоке от огромного меча. Посмотрите, насколько он огромный. И это самый сложный вид оружия, судя по вот этому описанию. Но ничего, мне нравится, я выберу. Оу-е. Девчонки, посмотрите на мой длинный, огромный меч. Жонам с оружием. Да, ты видишь, какое у меня оружие. Все теперь видят, какое у меня оружие. У этого хороший баланс. Просто идеальный. Если так положить на пальчик, он сломается. И мы не узнаем, какой у него баланс. Умни, твое оружие определяет твою жизнь. Это твой самый надежный друг. И товарищ. Мой самый надежный. Потому что, ну, что с такой бандурой может случиться? Что необычно, в этой игре есть смена дня, ночи, динамическая погода, дожди. Даже бурана могут быть. Приливы отлива моря. Ну, и, конечно, качающиеся растительности, листва там и все дела. Чтобы красиво все было, в общем. Ну, в общем, ну, вы поняли. И самое интересное. Это сражение. Которое происходит здесь в режиме реального времени. С полной свободой камеры движения. Ты можешь делать все, что хочешь. Вот. Это, это, это на самом деле радует. Что не на полуавтомате у тебя все происходит. А ты можешь контролировать полностью. Просто так, это мне, по-моему, пофиг. Они даже не поняли, что на них напали. Они даже, кажется, поняли, братишка. Ну, ты, ну, ты извиняй просто. Ну, ты понимаешь просто. Нам тесно двоим таким здоровым в этом мире, понимаешь? Ты здоровый, я здоровый. А мой меч еще здоровее. Поэтому, ну, нам тесно, понимаешь, как бы. Ну, да, ну, без обид, да. Окей, без обид, да, братан? Без обид. Я уверен, ты меня понимаешь. В общем, если тоже хотите попробовать, ссылочку оставлю вам в описании. Заходите, не стесняйтесь, качайте, играйте. Ты вот посмотри, он видишь, это дерево аж проросло на ракете. Давно не использовал. Также мы можем с вами полететь на астероиды. Но астероиды, это уже совсем другая история. Входим в атмосферу! Они уже более интересно выглядят, чем какие-то планеты. И там уже будет совсем по-другому. Что это такое? Такая лайтовая планета была. Ходит в атмосферу, ракета зацвела слишком. Он просто жег мою дерево. Бля, чуть не умер. Просто жег мою дерево. Ты что, какая у нас самая... Самая классная планета, какая? Самая интересная планета и самая полезная, это Церра и астероиды. Но на нее нужен третий уровень ракеты. И не факт, что мы сможем до туда долететь. Это нужно сначала проверить. Для этого нужно сначала метнуться на Марс и проверить. Но для этого нам потребуется гораздо больше топлива, чем мы можем предположить. Поэтому пока что пойдемте, я вас ознакомлю с новым экспонатом в нашем музее. Это пещера Марс. Она очень специфичная, специально такая, типа, со всех сторон странная. Потому что это пещера такая, типа... Типа, ё-моё, зашел мне. Дааа, я не колючий. Но это не просто так. Я же сказал, что она будет с пещерой. Ё-моё. Так, я бы тут никуда вставать не рекомендовал. Рекомендовал. Здесь эти убытки. Настоящая пещера Марс. Настоящая Майнкрафт-пещера. Нужно где-нибудь здесь припарковаться аккуратненько. Очень красиво. Очень светло, потому что эта бодяга светится. Короче, наш музейный экспонат. Но жить я бы здесь не стал и долго находиться тоже. Ха-ха, ну да. Не хотелось бы, знаешь ли. Поэтому я его запираю на ночь. Чтобы эти твари оттуда не выбежали. Червяки. Хочешь ознакомиться? Как тебе моя пещера? Вот это, посмотри. Ознакомься. А там что? Оу май. Даже так. Посмотрим. Да не пинайся ты. Да я ж тп жутся. Мы ждали просто, когда ты туда залезешь. О, будет классно. Да. В общем, живи там пока. Я собрал вещи, с которыми нам примерно можно полететь на любую планету и не задохнуться. Там выжить какое-то время даже можно выжить. Слушай, ну куда? Да, Меркурий или Венера. Меркурий это изи вариант. Ну типа изи вариант. Но для этого нам в любом случае нужно будет создать... Шикарные планеты. Надо чекнуть. Кстати, у нас топливо было много. Опять посади. Топливо 15 тысяч. 15 тонн топлива у нас. Ты че там такое? Да Саня опять посадил свой росток на ракету. Да блин, ты че опять его сбрешь или там? Я здесь поставил кучу компрессоров, чтобы... Ну чтобы... Чтобы были, король. Чтоб мячи накачивать для футбола, да? Компрессоры? Мячи для футбола. Ну да, чтобы в футбол играть можно было мячи накачивать. Ну вот. Просто я посмотрел. Знаете, как следующие ракеты делаются? Четвертого, пятого уровня, шестого уровня. Знаете, как они делаются? Сейчас объясню. Сейчас объясню на примере, допустим, ракеты пятого... Ладно. Допустим, ракеты четвертого уровня. Все то же самое, только отлич... Все то же самое, только отличается другое покрытие, которое берется старое покрытие, плюс немного новенько добавляет. То же самое с пятого уровня. Берется то же самое, опять покрытие, опять новые пластины, это старые. С четвертого уровня плюс еще немного. Соответственно, это капец как дорого. все то же самое, только еще дороже пластины стоит. И все, их три в экземпляре. И самая дорогая, это еще... Какой там будет у нас? Но для нее будут нужны еще двигателя. Двигателя будут нужны. Ты стоил его? Так, это нам пригодится. Вот это нам как раз сейчас с вами приходится. Но чтобы полететь на планеты, которые мы хотим, на любые планеты, которые мы хотим, во-первых, нас убьет с вами солнечная радиация. Для этого нужно создать космический костюм. Делается он несложно, но нам давным-давно пора его сделать и зарядить. Космический костюм? Космический костюм. Мы летаем без скафандров, можно сказать. А как он будет выглядеть, интересно? Он будет выглядеть пи***то, как ягуар. Он очень круто выглядит. Сейчас я его найду. Я его не могу найти. Ну мы да, реально чистые костюмы ворвались, с вазой, сука, стеклянная на голове, как губка-боб в Сэнди ходила примерно так же, да? Да. Итак, а еще нам нужно сделать теплоустойчивый костюм второго уровня. Для этого нам нужно сделать слитки дэш теплые. Ой, как это дорого все. Несите мне сюда свою шерсть. Золото! Брите жопы и несите шерстью сюда. Будем делать костюм второго уровня. Прям всю шерсть, прям всю прям с жопы. Не, я пошутил. Не надо, это шутка. Не надо, не надо. Оставьте ее, пожалуйста, при себе. Уезжаем. Шерсть, 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 шерсть. А вот где она там? Да у меня... Ну несите все, что есть, скажем так. Так у меня... Все, что есть! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, Опа. Так, смотри, вот так вот. Опа. И вот маленькая такая шерсть. Из пачки... Ой, ой, из пачки жопы счесали, ублюдки. Пачкуную шерсть тебе... Ну скажем тебе... Ну я просто использую, типа, в качестве туалетной бумаги. Мне нужна вся шерсть, я такую. Ну ладно, эту тоже. Очень интересная. А, ну я тебе из нее костюм сделаю. Он ее достал. Я тебе из нее костюм сделаю, братан. По заявкам. Ты как просил, что просил, что принес, из того костюм тебе и будет. Блин, коричневый. А я там очень мало все равно. Ну вот ботинки тебе из нее сделаю. Так, шо нам, продолжаем, продолжаем, продолжаем. Есть еще шерсть? Это че, все? Ты че, и так, злой, все стратегические запасы тебе отдал. А ты че там не подпьешь, братишка, кажется? Есть супер-секретная шерсть, она на супер-секретной нотой. Который ты подтираешься, да? Типа там сделанная, я не знаю. Да, золотая шерсть. Золотая шерсть, золотая. Наполняет ароматом. Нет, не такая, нет, не такая. В чем доме шерсть это обитает, золотая чаша наполняет. Брой прекрасный. Ёма. Так, в принципе, нам хватит, я даже больше сделал, но Саньку и специальные ботинки из жопа собак я сделал. Да ты угораешь, реально? Что за ежок? Она не из жопа собак-то. Ну, с твоей жопой. Сан, все было не так. Из жопы Александра. Из жопы животного, да, Олег. прекрасно даже больше короче держим так сань где ты что знаете ботинки у меня есть он не пригоден теперь зеленый а я-то зеленый он работает начинает тепло утепляют типа жуки генерирует сокровищами венеры на венере есть вот такие вот сундуки синенькие ничего там них вот какой-то лут интересный значит санек сундуки сокровищ 4 уровня бугерист по замех церы нет нам нужно сначала на венеру на церу нам рановато как бы если полномерно но знаете я бы например предложил бы сгонять на астероид во-первых там есть титан во-первых на месте дан во вторых там есть типа мини да а вот шлем космического костюма заряжать шлем космического костюма классно сталь оранжевая стеклянная панель на эту стеклянную лапшу стеклянную лапши стеклянную лапши я стеклянную лапшу не очень люблю но это я просто сказал кому-то есть оранжевые цветы есть хочу раман захотел я японию заработными оплачиваем билеты полетели вера делается только за твой счет за мой счет за твой счет за маска мне нужен ваш конь чтобы поехать собирать цветы оранжевые цветы не хочу желтый с красным ну ладно ну погоди у меня есть 4 марка есть 4 плевать я просто хотел собрать вина оранжевый цвет мне стало лень я подобрал желтый с красными сделал себе оранжевый краситель ну ты химик вообще просто минуты француз я кость выловил я выловил бирку 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 и пирку свою верку высокоинтеллектуальные шутки пошли высокоинтеллектуальный юмор от илона маска подъехал такие шишечки и хренасе вот этот клёв пошел я просто да вообще вон маск здесь так так просто вытворяет что делать илона маска животворящие на своего большого чечка вот огромных рыб понял я не понял само посмотрите так делаем шлема делаем значит юрчик же ты можешь посмотреть на меня и сразу видишь на кого-то может илониус так илона маск денег большие там до колен даже для них даже хватит нам на поездку в японию и он маска смотришь деньги отправляет распущен нам за башля заряжаю вас смотри как быстро заряжать заряжай братишка заряжай как никогда не заряжал чтобы быть готов если на зону отчалил заряжай братишка заряжай чтобы быть форму если на зону отчалил что ты отчалил лосось кинул спасибо жаль на лосось так стальной вася зачем ты ставил столько стали зачем такой стальной на груди вообще надо это же дорого я же бляха разорюсь вообще зачем такое делать а раскачай себя братишка еще сталь понадобится еще одну полку чтобы мог космическому врагу сука порвать они киливы слиток чтобы мог космическому врагу порвать дублен дублён дублён и мог замесить бог свою тёлку блин да это стая вот плыва ко мне и он маск перехватчик и просто и и просто возьми на меня саню вот я вот так стою на чай как бы ловлю оп 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 чидагоп шел а яский брут грёбаный оп чидагоп я от него избавилась спрут хорошо теперь наши штаны собираются и погоди погоди ко мне плывет 200 об рыба а ты весь мусор туда там подобрал который файл давай ловись были и на весе могилы нас большой маленький и что ну зачем ты тут-то нам мусорил то у меня кончились поесть до широко ботинках я поймал так погоди нет я его поймал мы вам поймали так мы теперь нужно сделать последний ботинки он у меня кончилось сплав ssd сплав этот кончился у меня к сожалению великому жадный уголь есть еще нам делается я забыл так красный если бы ты знал что мне нужно всего девять штучек дорогая собака нужно их много делать дорогая собака да 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 собака не из дешевых погнали на венеру тогда а после с венеры прямо на сгоняем гоним на венеру тогда с венеру ты понял а с венера опять шуточки знаешь тебе пора короче делать что-то выловил нахер что там такое столкнуть тебя в воду пока у меня плавится долбаный сплав куда погнали знаешь на планету в космос на марс на илон маск планеты илон маски мы с тобой по планету не ну если ты вдруг откроешь какую планету типа одну первой откроешь где-то там какую-то звезду ты видишь и можешь типа официально там назвать его в свою честь ё-моё пошлите к телескопу я на коне поеду да долбаный кот такой жирный седло выловил седло нормально там так можно это бурить я украл просто стоять я приехал шахту подождешь меня здесь так вот куда пошел вася ты че так не послушал сдать седло бирки нейминга никуда вообще решат пара на коней да как они на реконе коня можно назвать типа например иван а куда нейминг ведь вас нет до сих пор здесь горит она не горит но она просто заглючила какого-то хрена до сих пор здесь не правой клавиши по-моему ебошь на него нет он садится на коне а если shift нажать control точнее нет shift shift и бирки по ему нет ничего не делает слишком сложно для нас как сложно построить такую пиздатую конюшню да сложно но это моя работа спасать спасать мир есть нефть я принес вам нефти благодарите меня за так теперь нефти на тыр теперь нужно собрать с собой папа пап 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 вот так пойдет пойдет нормально направляй заправляй рубашку в задницу и полетели чтобы управлять биркой нужна наковальня представляешь зачем такие сложности вот так вот вот так но как происходит ботинки есть заряжаем дальше заряжать ё-моё заряжать штаны готовы ботинки погнали тараташа вы увидите насколько классный этот костюм ю-моё классный это космический костюм вместо нашего джетпаку надевается смотри как он выглядит ты посмотри как он в 3 час ханта и умаю но вместо джетпак там о майс уж просто как железный человек ну ладно нет никак же ну когда какой такой тип как робот такой деревенский созданный на бочке человек ну вот проблему джетпак и броня боссы минут ну так себе на попробовать может чариться может быть это фигню можно я скачу к вам как я привык уже летать где юрчик нет он не чарит но в него можно вставить модификации макс коном столе вот кстати выглядит точно так же как джетпак ну только только не уже как бы со штанами посмотрите на ком я приехал на коне мы мы поняли и чё вы че не видите его и джетпаках летаем она рассказывает про то как он хорошо на коне гоняет просто на венере без этого костюма ты моментально умрешь нейминг это главная проблема я был занят да ты вспомнил как ну как зовут самый классный коль нет там не так немного почти александр так это вместо чего вообще не за своей брони александр броню надо так давайте давайте броню надо уходит ману это уже подсоснику кухню дальше броня да я невозможно я так привык уже к своей броня что я не могу я постоянно разбиваюсь прыгаете а я не лечу она без жетпака будет герметично или нет ну а вам нужно будет начать как не полностью но я тебя защищать просто знаешь чем прикол не будет как только ты приземлишься и выйдешь из шаттла на венере ты сдохнешь она вообще не будет работать за по элементам стила теоретически скорее всего не будет но это защищает нас от солнечной радиации и от губительной атмосферы если не будет полной комплекции я не знаю просто медленно тебя будет убивать типо что чтобы прямо нет атмосферное давление защита от солнечной радиации до короче вам медленно тебя будет убивать а мы будь офигеешь от скорости умерщвление самого себя так собираем шмотки готовимся на венеру отлет через пять минут и ома и оставь таймер постепенно он будет разряжаться кстати знаете главный плюс меркурия так эффективность солнечных панелей 750 процентов потому что солнышко там очень и печет не по-детски так положить пустое сло так манификатор знаешь что можно вставить реактивный ранец в свой космический костюм в индикационном столе да ладно увеличить максимальный запас энергии в два раза можно вставить реактивный ранец несовместимый так подожди в смысле несовместимый это как как это использовать подожди как это совместить реактивный электроранец необходимое снаряжение так давай его сюда положим нет как работать модификационным столом я не понимаю убери свои нагрудники так ты отдай его сюда необходимо снаряжение допустим снаряжение необходимо так но я не могу порхать как бабочкой жарить как пчела потому что я не могу странно понятно как это вставить свой ранец что-то ребятки подвездывают на меня говорит мне просто нужна батарейка типа просто добавь воды как говорится добавить подвездывают ребятки я тебе отвечаю под а он начал рассказывать несовместимый я не сказал что несовместимый слышу я не знаю как это работает я все сразу как это работает ты его на маска здесь не послушал его маска по щелька ты знаешь куда жопу понятно и теперь даже не взлетишь пошел ты в жопу козел ну чё там ну я сейчас сделаю батарейку улучшенную лучше на торе делается мы должны все летать понимаешь вот и батарейки порхать как бабочки так 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 только вылез из моего сундука у блюдо что мне нужно хочу есть обойдешься че-то ошибочка вышла так на батареечка хорошая насколько нас 60 тысяч заряжает вот это батареечка блин 60к заряды держит допустим у меня есть батарейки батарейка это два модификатора пассивный модуль улучшенный энергоноситель как их вставить она зарядить я не понимаю как вставить эти это второе улучшение я тебе говорю это не нужно для улучшения это просто что можно вставить активно как встать я не понимаю ставьте свои площадки заправляйте свои ракеты вылет а никто не отменял есть питает пять минут так это много или мало площадки то остались так тебя здесь оставлю а ты поедешь со мной ты используем будешь пока пара папа пара пара по пять минут пять минут давно прошли прошли уже короче а я а там площадки не станет площадки не станет площадке где-то у вас должны быть блин я иначе это будет тебе дорого стоить так это ваша свои поставил давай ставлю альбом за проблем нужен топливный бачок пучок пути так она ракетка я могу это рюкзак который нужно с собой запихать а мы на ракете какого 3 вообще туда не нужны были третьего ну ладно так и быть так ты знаешь мне свое топливо подождите топливом подожди ты топливо подожди все будет заправить а что надо целую загрузку делать вообще ракеты или нам хватит вообще нам целая не нужна я по 2 канистры залил я думаю все обойдется короче обойдется я уверен что все обойдешь сам топливо так нам нужно поставить не надоел здесь угольный дженератор будет у нас топливный дженератор будем работать на топливный дженератор неплохо хватит две дженера канистры обольнем пускай работает как чертов заправка все пошла заправка что отсутствует он сейчас на троих до загружает сколько жрешь заправщик ты куда он то активно подожди сейчас разгонится достать достать сколько 130 140 стоп тут 49 раздает сейчас зальет он кому заливает ты первым так хрен узнает в теории мне должен заполняет бак забираем всякую форму забираем забираю чисто на подходе из зомби расхреналил что мы забыли картошку зачем зачем сажать все один враг спрятаться пищу ну шо рубятки рубятушки готовы мы планируем по коням все кто-то так говорил по коням вот и погнали все помызо правильно у меня точно заправилась ракет заполнил сочки баксу зайди в ракету и нажми g да ладно процентов целый бак что я готов отправляться уже ты уже сел в ракету так нужно еще сундуков с собой взять и все можно лететь 3 2 1 и погнали пуск 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 прям одновременно иди знаешь сам куда и кто ты венера ты готов а почему не на меркурия он ближе у нас давай на вене оттуда слезам и меркурий 3 2 1 запуск пуск 35 часов лететь световых 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 этих лететь ну ё-моё долго ну не не долго за 35 часов полететь до венеры отдалены мы видишь вращаемся через солнце можно подождать когда на совместиться и как бы она мы не жмали жрать и похуду реально стали ждать кажется кто-то я умер бачишь не надел костюм да я не надел с жетпаком блин а я не помню с жетпаком чёрт я здесь я здесь так здесь он сам призывается я здесь заспаунился хотя бы ары где вы меня штырит каша с приземляет тоже очень кислотная хурма потому что она села на бутылку моментально как это работает просто моментально села как половину что где моя ракета и нагрудник она приземляется вон они без вас я сел поле а мы с саньком здесь блин я забыл джетпак переодеть да сайт он у меня разрядился внули ну нужно срочно поставить поставить что я но я разряженный это кислород или что разрядилась мне кажется ведилась кости сюда прилетели мы не по масти по масти почему не помощь до второй уровень нужен второй уровень ракеты сюда ну а почему все разрушилась у нас так хер его знаю чё тебя за вещь какой почему полный того странный чего да моклов меч вы дома почему у тебя просто как градиент я еще и вы тебя не вижу вообще где ракеты санюте а чё за меч алмазный меч на у тебя какой-то странный и весьма специфичный так ну мы по крайней мере не убираем ни от холода не от того что у меня костюм разрядился я попытался сменить этот джекпак я просто мгновение вообще черт возьми у кого мечи у кого а вот какой-то бокс ракета гроб какой-то это чей кислотный дождь пошел черный дождь пислотный дождь мы тут все умрём у меня исчез на сваливаем нож быстро в укрытие черный дождь чё с моей ракеты почему он черный он желтый это золотой дождь черный дождь потому что черный дождь а я тут чё на два блока прыгаем всего а как мне скопать этот будь слышал я не умираю от него как меня туалетную будку копать зачем тебе скатывать а у меня ракета потерялась у меня нет ракеты чё за отлично кто мне кто-то ударил или что опять прилетела эта ракета чё за прикол 3 моя вот она здесь я ее собрал свою забрал ракету нет у меня исчезла мой на трудник мой просто исчез и мои главные не скопали этот там нету ракеты нет пластина погоди я вроде подобрал да она опять она улетает в небо всего заглючено я вот открою от глюва а это что-то на в небе так это моя дождь и кончился хотя бы твой ракету свою ща погоди нам нужен терраформер так моя ракета я терраформер хочу запустить терраформер хотя бы давайте здесь можно ставить эти в ускорении рабочие 141 процент здесь я вижу эти разобьюсь и ему и просто лава здесь есть забыл как штука называется ты ё-моё 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 тут есть гейзеры серные и на них можно поставить специальную тему который вырабатывает энергию из гейзера ну это круто теории но у нас его нет его нужно создать зачем тебя создали да ёпту мать опять долбаный кислотный дождь пошли крылась наша пластина да посраться весело долбаный дождик шел пошел оба но все нам тут конечно хардкор потому что даже ну то есть реально ничего сделать не можешь из-за того что ты не можешь не летать ничего такого хьюстон мы в дерьме хьюстон тут дерьмово сваливать отсюда на нас на куда-то нас отправляются начарки кстати тут все переливается тупо из-за зачарки черного цвета такого переливается красиво не прости вы что это из зачарования не просто они почему-то они тоже черные почему-то прям да да странно если опять нажмешь увидишь как он выглядит да у всех то есть типа удочка теперь еще натуральнее выглядеть юр что я держу в руке аса из и вопрос к саньку что я держу просто и у нас с тобой взял хрома мамочка хрома мамба это да рыбалка санек ловись рыба большая маленькая мазерфак а теперь ты бери баки ты в это да рыбалка ловись рыба большая мазерфак нам не нужен никакой терраформер же юрчик уже поставил тут тарелку нам откуда у тебя она здесь я с собой привез мне рыбалка юр мы нашли жизнь на меркурии да уже завезли сюда так энергия пошла энергия пошла нужны семена что происходит санька там будем молниями посейдон покарал пасидон у меня вся броня еще я нашел какую-то руду возле лавы один раз ударил по ней киркой меня убил у меня нет вообще брони это чего как у меня вообще не копается просто зашибись я касты сервак отрубился из-за того что там что-то сделал у меня просто очень не копаются ничего я просто умираю просто по кд ну вроде блять понятно почему я не копается долбан и я семенами копать происходит ябтра мать что-то произошло у вас тебя тоже начал убивать нет у меня на ёпцики просто да в смысле ты чё ты делаешь чё на нахер что происходит ты что это баги с долбаной херной сейчас все будет и меня она формирование пошло ее мая и у меня просто я без брони без это же не это не руда это лава просто у нас у нас трава пожухлая появляется посмотри какая она ей плохо где 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 трава и тут лава появляется вместо воды чего смысле тут 2 до должна появляться вода превращается в лаву какого хрена реально пожухлая почему здесь терраформер херово работает у нас лава появляется лава ее не было я застраивал я нашел я нашел вот этот красный но это выходит что ну да это тупо лава пуски лава возможно я слышал откуда берет наверное здесь была или мне кажется лаву заливаешь она опять появляется здесь правда немного тепловато вода лава ручей с паренами на не руда это так вот я аж принес на епцики ты посмотри как на епцики терраформирование происходит весьма стран очень подозрительно да да деревья не растут и не ловится кокос а вон одно дерево выросла такой пожухлой ему прям плохо не супер благоприятное место я вечно больше летать не могут их долбанную щелью мордора просто планета мордора какая-то вечно молния черни пашу я предлагаю на этом печальном разочаровании заканчивать до у нас осталось полтора бака чтобы сделать себе чтобы сделать себе нормальные хоть какое-то средство место для выживания да а где врачи вообще оловян я вас не вижу на nether quartz и я ничего не нашел здесь из руды до сейчас телепортируясь короче nether quartz алюминиевая руды мы потом следующей серии выясним что здесь за руда я так скажу здесь нет никакой новой руды ну то есть типа титан дэш может быть здесь есть дэш а может быть и нет кислотный дождь поливает черный дождь поливает поливает наши растения чтобы они лучше росли и прекрасно на этом прекрасном разочаровании мы с вами будем прощаться где александр по моему это самая враждебная планета и поэтому мы с вами будем прощаться пока мы здесь нежимся в каплях кислотного дождя ставьте лайки 50 тысяч лайков и уходит следующее серия дачи мы начинаем снимать следующую серию поэтому ставьте лайки забыть и братиш чтобы они тоже ставили лайки подписывайся на мэкла подписаны канал этих илонов масков да и на из парнишев и на из парнишев всем космос всем марс всем венера сегодня с вами венера ставим лайки за венеру если вы пропустили какие-то серии на маска все ссылочки в описании ниже есть ссылочки на другие интересные то есть знакомиться пиши комментарии 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 всем пока пока до встречи на новых сериях всем пока